Ольга Викланд блистала на театральной сцене, а в кино сыграла несколько второстепенных, но очень ярких и запоминающихся ролей. Мачеху в «12 месяцах», Атаманшу в «Снежной королеве», Бабу Бабариху в «Сказке о царе Салтане». Веселая, добрая, отзывчивая в жизни она совсем не была похожа на своих суровых героин. Ее любили коллеги и поклонники, а мужчины теряли разум в ее присутствии. Она была замужем дважды, но в конце жизни осталась совсем одна. Будущая актриса родилась в 1911 году в Москве, о ее семье почти ничего не известно. Своё признание Ольга почувствовала очень рано, мечтая стать актрисой. В 30-м году она поступила в театральный техникум, где преподавал знаменитый артист Василий Ванин. Ольга стала его лучшей ученицей, а потом у них завязался роман, и они поженились. Для Викланд театр был смыслом жизни, на его подмостках она впервые сыграла роль в спектакле «Васса Железного». Эта пьеса осталась на всю жизнь одной из самых любимых для нее. В спектакле «Трактирщица» она играла Мирандолину вторым составом, а в первом была Морецкая. В театр пришел Завадский со своей командой, и Морецкую всегда оставил на главные роли. Завадский и Ванин были две совершенно несовместимые личности. Они напоминали двух медведей в одной клетке. Василия Ванина женщины просто обожали, да и сам артист часто увлекался красотками. Ольга старалась обуздать темперамент мужа, конечно, не всегда это получалось. Когда наступила война, театр эвакуировали, и в него пришел красавец-актер Михаил Названов. Он только-только вернулся из ГУЛАГа, увидел Ольгу на подмостках и был покорен ее талантом. В то время Михаил называл ее не иначе, как Майами Рандолина. Он поклялся актрисе, что самостоятельно поставит спектакль, где она будет блистать в этой роли. Он выполнил это обещание через 14 лет. Викланд рассталась с Ванином и вышла замуж за Названого. Когда же она с Михаилом вернулась из эвакуации в Москву, им негде было жить. Они снимали комнату, порой денег не хватало, и им приходилось жить прямо в театральной гримерке. Бывший супруг Ольги Василий Иванин сжалился над молодой парой и предложил им переехать в свою квартиру. Они стали жить втроем. Конечно, отношения складывались сложно. И только благодаря уму и такту Ольги бывший и настоящий муж нашли общий язык и даже сблизились, став единомышленниками в творчестве. Когда в 49 году Ванину предложили возглавить новый театр имени Пушкина, Викланд и Названов решили уйти вместе с ним. Ванин приступил к новой должности в 49, а сезон начался в 50, а через год Василий Васильевич умер, успев поставить пять спектаклей. Для себя он никакой роли не оставил, только Кричинского. А Ольга Викланд у него стала ведущей актрисой. Прошло время, Михаил Михайлович вернулся в старый театр, начал сниматься в кино, а Викланд была предана своим подмосткам. Режиссеры приходили и уходили, а она посвящала сцене уже 40-й год жизни. Михаил умер на гастролях в Прибалтике. Перед смертью он попросил жену кремировать его тело, а прах развеять по ветру над морем. Она так и поступила. Приехав после похорона, актриса на долгие 30 лет ушла в себя. Она никогда не была публичным человеком и не любила давать интервью. Тем более никого не пускала в свою личную жизнь. А после смерти мужа стала еще более скрытной. Для нее оставался только театр. Отдушиной у нее была безграничная любовь к внучатым племянницам. Ее родная сестра умерла, и актриса всю жизнь поддерживала ее дочь. Как и любая женщина, Викланд очень не хотела стареть, никогда не говорила, сколько ей лет и не отмечала юбилеи. Хотя была достойна их праздновать. День рождения вообще была зонозапретная, и если кто-то начинал Ольгу поздравлять, она обрывала человека на полусловие. И говорила, не надо, не надо, пожалуйста, идите. Ольга Артуровна не истязала себя диетами, хотя по фактуре всегда была полной женщиной. Она любила одеваться у дорогих портних, позже окончила курсы кройки и шитья и стала шить для себя сама. Она даже смогла пошить себе каракулевую шубу, а потом пошла на курсы, где учились моделировать шляпки. В общем, в дальнейшем и головные уборы она сама себе мастерила. Она по-прежнему ухаживала за собой, делала прически и была верна искусству. Театр очень несправедливо, даже жестоко поступил по отношению к ней. Пришел новый режиссер и предложил ей играть роли, которые не соответствовали ее уровню. Человеком она была гордым и на следующий день положила заявление об уходе. Однажды коллега из театра встретила ее на улице и спросила, как ей живется. Актриса ответила, все хорошо. Только жалею, что из театра сама не ушла, а дождалась, когда мне указали на дверь. Уже в более преклонном возрасте она повредила целостную бедренную кость. Понимая, что не сможет самостоятельно передвигаться, Ольга решила уйти из жизни. У Викланд было чувство собственного достоинства и быть для кого-то обузой она просто не хотела. Отвернувшись ко всем спиной, она больше не ела и не пила воду. Больные, находящиеся рядом в палате, видели, как мужественно переносила мучения актрисы. Она молча лежала и ждала смерти. Известная актриса и не стала 8 мая 95 года, в возрасте 83 лет. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, помните ли вы актрису Ольгу Викланд в кино. Субтитры создавал DimaTorzok